Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в Кристиан Ленд. Наконец-то мои руки добрались до Хобб Гоблина. Мы с вами собрали всю серию фигурок, и перед тем, как мы начнём, я хочу перед вами извиниться за то, что так затягивался этим обзором, хоть вы и просили в комментариях, так что простите те, кто ждал очень сильно этот обзор. И вот он наконец-то выходит. Ещё раз простите, погнали смотреть Хобб Гоблина. Вот так выглядела вся серия, я показал уже все фигурки на канале, вот можете посмотреть. Я оставлю ссылку в описании, я сделаю отдельный плейлист, я оставлю ссылку в описании, можете перейти, посмотреть все фигурки из этой серии, там очень интересные фигурки, там Человек-паук, Сорви-голова, там Спайдер-вума, Спайдер-гёрл, Антивеном, так что обязательно заходите и смотрите. Итак, погнали смотреть нашего Хобб Гоблина. Давайте я ему вытащу этот меч, бомбу я вытаскивать не буду, и мы посмотрим точки артикуляции. Итак, давайте начнём с головы. Из-за этого капюшона не очень крутится голова, к сожалению, к большому сожалению, но это в принципе ничего страшного, потому что можно его поставить вот так примерно, когда он смотрит чуть левее и чуть правее, в принципе больше и не надо. Туловище. Вот так оно сгибается назад. Тут, кстати, фиксаторы есть, вы их слышите прекрасно. И вот вперёд. Получается три фиксатора у нас есть, но есть один минус, именно в ровном положении его никак нельзя поставить, вот видите, он немного подсохнут. Но это в принципе ничего страшного, я его так и оставляю. Также у нас торс полностью крутится. Вот можете посмотреть. Это в принципе отлично. Крыли, кстати, у нас, по-моему, вытаскиваются. А нет, крыли не вытаскиваются. Я думал, они вытаскиваются, почему-то я уже забыл, когда собирал эту фигурку. Вот. Так, у него здесь есть такой вот пояс, вот можете посмотреть по детали. Здесь как будто какая-то кольчуга. Выглядит всё здорово. И сзади, кстати, тоже. Этот Хобб Гоблин, вообще, этот персонаж, мне впервые попался в комиксе Совершенный Человек-паук. Я прочитал всю серию, она очень крутая, кстати, всем советую, можете посмотреть. Там Доктор Осьминога от Октавиус вселился в тело Человека-паука перед смертью. Ну, это же вообще крутяк, вот честное слово. Давайте посмотрим руки. Вот так рука поднимается. К сожалению, выше никак там, потому что у нас капюшон и ещё какие-то детали, поэтому не получается. Так что только вот так. Ну, понятно, крутится на 360 градусов. В локте у нас сгибается вот настолько. И разгибается вот настолько. Кисти у нас тоже можно согнуть. К сожалению, у него других кистей нет. У него есть именно кисть для меча и кисть для бомбочки. Я бомбочку снимать не буду, потому что я прикрепил её на двухсторонний скотч. И боюсь, чтобы краска не слезла с фигурки. Не буду рисковать. Вот так это, ну, рука, понятно, вторая тоже идентичная. Вот. Руки, в принципе, отличные. В отличие от головы, которая практически никуда не крутится. Погнали смотреть ноги. Вот так он практически садится на шпагат. Ну, ладно, не практически. Вот. Назад нога вот так максимально уходит. И вторая, понятно, тоже. Это всё из-за этого пояса, который у нас с кольчугой. Вот. Вперёд. Нога, кстати, получше, потому что здесь у нас есть вот такое разделение специальное. Вот можете посмотреть. В колене сгибается всё вот так. То есть они отлично сгибаются. На самом деле, в руках фигурка ощущается, он уж очень хрупкий. Как будто они скупились на какие-то материалы. Я не знаю, с чем это связано. Но абсолютно все фигурки из этой серии, ну, очень хорошего качества, кроме Spider Woman. Вы помните, такое в бордовом костюме. Вот она была ужасной. Остальные были очень офигенными, и, по моему мнению, это очень крутая серия. Но вот сам Хобб Гоблин получился каким-то уж слишком пластмассовым и слишком хрупким. Я не знаю, с чем это связано, но это так. Давайте посмотрим его подетальнее. Можете посмотреть на его голову. Она выглядит круто. Согласен. Внешне фигурка очень крутая. Но вот по материалам, как я уже сказал, немного отстаёт от своей серии. Вот так выглядит его голова. Его зубы, которые он вытащил, выглядят прекрасно. У него, кстати, красные глаза. Вот, видите? Красного цвета глаза. И выглядит это очень-очень крипово. Можете посмотреть сзади, как выглядит капюшон. У него здесь ушки его торчат. Кстати, сзади, видите, якобы у него ещё один мяч. Но у нас есть ещё один. Сейчас я его покажу подетальнее. Он очень классный. Вот. Вот так выглядят крылья. Максимально просто. Здесь, кстати, какая-то царапина. Или это так и должно быть. Но, скорее всего, это придаёт такой шарм крыльям. Потому что они не могут быть прям идеальными. Ну, да-да-да. Это специальные такие царапины. Вот видите? Можете посмотреть. Здесь у него различные кармашки для бомбочек. Ну, одна у него уже в руке. Он готов её уже кидать. Вот. Ноги у нас максимально простые. Здесь вот такие вот затяжки на ногах. Можете посмотреть. Вот так они выглядят очень классно. Якобы у него такие сапоги до колена. Очень классно. У него также есть наколенники. Но это ещё сделано для того, чтобы не было видно вот это вот крепление. Можете посмотреть. Он выглядит отлично, как по моему мнению. Это очень крутая фигурка. Давайте я вам покажу меч. Вот так выглядит меч. Он сделан просто офигенно. Но, кстати, у меня немного криво. Не знаю почему. Либо это я. Но это, в принципе, ничего страшного. Потому что он огненный. Он и не должен быть ровным. Ну, давай, фокусируйся. Наконец, фокусировался. Можете посмотреть. Рукоять у него синего цвета. Ну, тёмно-синего. А вот сам огонь выглядит просто прекрасно. Он ещё такой полупрозрачный. Очень действительно похожий на огонь. В общем, меч очень-очень годный. Вот в такой позе он будет стоять у меня на полке. Так что, если вы купите эту фигурку, насчёт устойчивости можете не переживать. Потому что за счёт его сапогов, вот можете посмотреть на них, она, в принципе, устойчивая. Если поставить её в правильную позу, она будет стоять. И ничего не случится. Вот, допустим, у меня ночью упало две фигурки. И я просто офигел от жизни. Но потом допёр, что это от ветра. Потому что я стоял окна открытыми. И у меня упали две фигурки Marvel Legends. Это как раз-таки та Spider Woman, которая еле стоит. И Человек-паук. Но он упал, потому что его заделал Spider Woman. Вот, у меня упало две фигурки. Я очень испугался, тем более я был один в квартире. Вот, насчёт этой фигурки можете не переживать. Но должен быть очень сильный ветер, чтобы сдуло эту фигурку. В общем, фигурка классная, устойчивая, выглядит прекрасно. И если по 10-бальной шкале, то я поставлю этой фигурке 8. Вот, честное слово, довольно-таки неплохо. Это моя первая фигурка, которую я собрал с какой-то серии, допустим, из различных бафов. Я хотел собрать ранее Таноса, где у нас были фигурки по Эре Альтрона, там, Капитан Америка и так далее. Но, к сожалению, я не могу найти две фигурки никак. Это Капитан Америка и Бартрак. Вот этот прыгун. Вот, я их не могу найти, поэтому у меня нет тела, получается, Таноса и его руки. Но я купил другого Таноса, об этом чуть попозже. Я вам покажу его обязательно на канале, так что обязательно ждите. Вот. Так что, вот такие вот дела. Если видео вам понравилось, обязательно поддержите лайком. Мне, правда, будет очень приятно. И Хобб Гоблину будет приятно. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там много всего интересного. Мы с ребятами стараемся сделать такой маленький интерактив для вас. Различные голосования, опросы, новости по играм, по кино, по киновселенным. Обязательно заходите, мне, правда, будет очень приятно. Вот, честное слово, я буду этому только рад. И совсем скоро выйдет посылка из США. Обязательно ждите, там много всего интересного. В общем, не пропускайте мои видео. Они будут очень крутыми. Я надеюсь. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok